Особое мнение на 101FM Владимир Быков ушел с поста руководителя ОЗС Официальной версией его ухода назвали переход на другую должность А вы в это верите или другая причина видится вам? Я верю, что он ушел, наконец-то Вы улыбаетесь так, вы рады этому или нет? Или без разницы вам? Мария, вы знаете, я может буду несколько резок Но мне кажется, мы этой теме, этому деятелю уделяем столько внимания Что, наверное, даже чересчур Я считаю, в жизни нашего города, в жизни нашего региона Есть настолько важных и других тем И обсуждать сейчас этого деятеля еще раз в каждой программе Мне кажется, уже просто неинтересно Я думаю, мы должны вот страницу этой негативной, отрицательной истории Развития нашего города и региона просто перевернуть и забыть Я вот вас об этом и спрашиваю Так мы ее можем переворачивать-то или еще рановато? Не получится ли так, что сейчас ушел, все о нем забудут, с рук все сойдет? Для этого, может быть, все и делается? Вы знаете, я напомню тогда свою предвыборную кампанию Когда я провел вот в этом году более 80 встреч Практически в каждом доме своего округа Вот я вам не совру, сказав, что на каждой встрече мне был вопрос Один и тот же, когда его посадят Это волнует всех Больше, я думаю, других вопросов не возникает Поэтому надо забыть и ждать Я верю в правоохранительные органы И думаю, что какая-то логическая развязка должна в этом вопросе состояться Ну, тогда переходим, ждем и переходим к другим вопросам Спасибо, давайте к другим, более важным Давайте тогда о городских чиновниках Чиновниках, но уже нынешних Я сейчас о том, что очень многие городские чиновники Проработав у нас год Может быть, меньше года уходят Речь, в первую очередь, о приезжих чиновниках Ну, последняя из новостей – это уход Липуновой Почему такое происходит, на ваш взгляд? Есть в этом какая-то закономерность? И, может быть, смотрите, закономерность – это не в том, что чиновники приезжие А в том, что, может быть, речь о каких-то определенных сферах Да, это дороги, это у нас муниципальные имущества Вот в этих областях чиновники меняются очень часто Вопрос, конечно, очень серьезный Знать истинно мотивы каждого Чем руководствует каждым при принятии решения, когда он идет на эту должность И когда они убегают с этой должности Да, мы можем только догадываться Но вот такая кадровая чехарда Она к позитивным переменам в экономике и в жизнедеятельности нашего города Она, конечно, не ведет Поэтому даже вот на завтрашнем заседании, когда будут согласовываться новые кандидатуры Ну, вы знаете, у меня, наверное, было какое-то такое предложение Может быть, оно даже идет в разрез с законодательством Но если мы заключаем какой-то договор с этими господами Которые приходят там и возглавляют те или иные направления Платим им зарплаты, премии А результата нет Может, она вам требует, чтобы они возвращали хотя бы премиальную часть За отсутствие результата Ну, какая-то ответственность хоть материально должна быть А то поработал, пришел Что-то там продал, отдал, подарил И так далее, и так далее Все забылось, все растворилось Убежал, потеряли А город, а бюджет А наше население Почему должен за эти ошибки определенных деятелей рассчитываться своим карманом? Вот этого я не понимаю Нет ответственности Нет ответственности По поводу тех, кого завтра вам предстоит согласовывать Один из них — это директор центрального рынка Он, по сути, пришел недавно Задача его — это наладить на какой-то уровень более-менее приличный Вывести этот центральный рынок Задачу он свою не доделал Но вот даже проезжая каждый день мимо центрального рынка, я это вижу Это хорошо, что он теперь берет и уходит на повышение А с рынком что дальше? Опять будем искать кого-то приличного? Ну, еще раз, все-таки это прерогатива кадрового опроса главы администрации И депутаты только дают согласие При определенных, так сказать, видениях Согласие с той или иной кандидатурой А бесспорно вопросов будет много То есть некое сомнение уже, так сказать, в долгосрочности работы данного руководителя И данных руководителей у нас уже у всех закрались То есть мы сильно переживаем Вот или эта кадровая чехарда будет продолжаться и далее Или все-таки наступит какая-то стабильность Общая цель будет у команды Команда будет в том числе, да? С общей целью для достижения результатов В том числе по наполнению бюджета, неналоговыми доходами, да? По благоустройству, по развитию экономики и так далее, и так далее Вот это те важные отрасли, которые вот завтра мы будем согласовать кандидатов Конечно, мы эти вопросы будем задавать Нас это очень беспокоит всех депутатов, без исключения всех Потому что, еще раз повторюсь, вот эта кадровая чехарда Она ни к чему хорошему не ведет А вот что, интересно, должно произойти, чтобы не стало ее наконец-то? Какой-то подход должен быть в выборе Какой-то подход в оценке работы? Кандидатуры предлагает глава администрации Я понимаю, что он руководствуется какими-то профессиональными, деловыми качествами Личностными, какими-то отношениями сложившими с тем или иным кандидатом на эту должность И, исходя из этого, ставит им задачи Способны они решить, не способны Ведь даже с той же Липуновой, вот когда, я думаю, этот уход случился Не случайно, извините за автологию Потому что, когда они начали задавать вопрос А где результат? Процент исполнения Наполняя бюджета по неналоговым доходам составил Вы помните, я озвучивал Порядка 10% Но это крах Я тогда сказал на комиссии, что это крах Деятельности департамента муниципальной собственности Поэтому необходимо было решать кадровый вопрос Дальше продолжать так Было нельзя Ведь за тем, что мы не наполняем бюджет нашими Определенными доходами, которые мы должны получать с имущества От наших муниципальных предприятий У нас же есть определенное расходное обязательство Которое мы должны нести, в том числе в социальной сфере А из-за нерадивых действий таких деятелей Приходится сокращать От чего-то отказываться Поэтому, я думаю, осознав Последствия И жесткость спроса в данных вопросах Наверное, человек правильно принял решение Убежать Ну вот о последствиях Мысль не моя, но она высказывается Допустим, в соцсетях Это еще с другой стороны На это кировчане смотрят И какие-то мысли закрадываются Не уходят ли эти люди Потому что просто понимают Что без махинации работать не выходит Даже если дело Парка Победы Брать А отвечать за это По судам бегать Как, например, с Мамедовой Случилось Ну, вроде как не хочется Мария, вы знаете, я почему-то Вот вы привели пример Парка Победы Опять же, да? Возвращаясь к этой теме Вот как раз кто участвовал в этих махинациях Большая часть из них почему-то все работает и работает И кадровые решения по ним почему-то не принимаются до сих пор А вот те, кто приходят там на год и так далее Вот они вот бегут А у этих, не знаю, почему-то Они считают, что их совесть чиста Хотя все думают абсолютно иначе Засиделись, я думаю По 20 лет на одном месте Нет никакого результата Результата нет А все продолжаем сидеть, терпеть И спроса и ответственности никакой нет У нас сейчас перерыв Через полминуты вернемся в студию Продолжается программа «Особое мнение» Сегодня его высказывают депутаты Гордумы Альберт Бекалюк Альберт Александрович, ну теперь мы перейдем к делам уже непосредственно Гордумским В пятницу состоялось заседание комиссии На которой Т-Плюс отчитался о первых итогах концессии С докладом выступил директор филиала компании Сергей Береснев И у депутатов и лично у вас Судя по тому, что происходило на заседании Возникло множество вопросов По вложенным суммам в реконструкцию Вот что в них видится вам? Во вложенных суммах? Да, да А мне пока видится абсолютная бесконтрольность Со стороны администрации города и со стороны РСТ Почему? Объясню Вот, во-первых, у нас было две встречи с Т-Плюс Да, на первой встрече Из доклада Сергея Александровича мы услышали, что в прошлом году у нас было переложено 5 километров сетей затраты составили 60 миллионов рублей В этом году 12 километров и затраты уже составили 305 миллионов рублей На следующий день эти цифры изменились Ну, как вы видите, да, рост в несколько раз затрат На следующий день характеристики изменились И сказали, что все-таки в этих суммах, в 305 миллионах Идут затраты на котельные, там, тепловые пункты и так далее, и так далее Но, однако, пересчитав эти цифры Вы слышали, что я опять же сказал, что рост затрат на перекладку одного километра сетей Составил порядка 43 процентов Это существенно за год Мне это объяснили, что это зависит от диаметра труб Или там еще чего-то, или еще чего-то Вот вы знаете, можно объяснять чем угодно, да Но поскольку нет механизма должного контроля Вот у депутатов и появляются сомнения в этом во всем Вот когда мы начинаем, там, нам говорят, что нужно увеличить там тарифы настолько-настолько Мое предложение было таковым Что подождите, давайте вначале наведем порядок в контроле Определение стоимости этих работ Определение объемов этих работ Кто должен контролировать? Наверное, город в лице департамента городского хозяйства Или кто там подведомственный И эти цифры должны быть открыты и понятны Потому что я приводил пример Вот, допустим, недалеко от моего дома Это район Воровского, Владарского Кусок теплотрассы менялся три или четыре раза Только за это лето А я ведь вот как потребитель Как обычный Да, один и тот же участок Я ведь как потребитель Вот вы знаете, и жители, живущие там Володарского и Горбачева В этом, так сказать, в этом районе Они же видят В одном месте раскопали, закопали, положили асфальт Через неделю снова раскопали, закопали, положили асфальт Через месяц снова это сделали Так ведь эти затраты-то ведь идут на наш с вами карман Мы же платим за это А может там кто-то, какой-то сантехник нерадивый в чем-то ошибся Ведь почему тогда за ошибки чьи-то мы должны рассчитываться своим карманом Поэтому я и предложил Вот должен быть механизм контроля Причем на всех этапах Конечно Конечно Сегодня получается так, что общий объем затрат Который понесла Т-плюс Они вкладывают в тариф И РСТ утверждает И вот там рождается предложение Увеличить на столько-то, на столько-то Почему? Вот в данном случае Большинство депутатов Я не знаю, как пойдет завтра заседание У кого-то другие мнения Ну, я бы так сказал, что у здравомышлящих Моих коллег, да Конечно, мнение по этому вопросу отрицательное Насчет повышения тарифа Отрицательно Сейчас о повышении тарифа мы поговорим А вот по поводу контроля И ваши коллеги, в частности Владимир Журавлев Еще до заключения концессии Опасения эти высказывал По поводу того, что должного контроля не будет Почему? Потому что концессия на 35 лет Вот те, кто сейчас работает в мэрии Кто за это все отвечает И должен бы отвечать за контроль Но через 35 лет просто Работать уже точно никто не будет Ну и как бы спроса вроде бы с них Абсолютно с вами согласен Если вы помните А я был как раз В тот период, в 2004 году Когда РКС заходила в наш регион И брала сети водопровода Водоотведения Тепловые сети Вы помните, наверное, тогда была Очень, так сказать, жесткая дискуссия У меня с бывшим мэром Тогда Василием Коселевым По поводу того, что Нам обещались инвестиции В размере 600 миллионов рублей Вот я был тогда Одним из таких жестких противников В тот момент Но не потому, что там Не иметь с ними дела А потому, что я очень хотел Чтоб эти слова Обещанные с высокой трибуны Представителей РКС Были внесены в договор Который заключался на 15 лет Но эти слова так и остались словами 600 миллионов инвестиций Ни в договоре Ни в развитии наших сетей Они так и не оказались К сожалению Теперь о 35 годах Концессии Ну, на мой взгляд Конечно, это перебор Понимаете, чтобы Сторона А я в данном случае говорю А Т-плюс Все-таки как-то переживала О дальнейшем развитии своего бизнеса И продолжении его Вот город Администрация Должны держать ее в тонусе И Какие-то контрольные Даты Отслеживания результатов Они должны быть не раз в 35 лет А хотя бы раз в 5 Ну, максимум в 10 лет Скорее, еще чаще Но в тонусе держат Вот всегда Кого уж держат в тонусе Так это Население Население, конечно Жители Картина полностью с ног на голову перевернута О чем я сейчас? РСТ предлагает Гордуме То есть вам в том числе Да Согласовать вопрос О повышении платы За тепло в следующем году На 7,6% Это выше Чем можно повысить Поэтому необходимо согласование Объясняют это тем, что Но зато в этом году Не будут повышать Должны были в рамках концессии На 1,5% повысить Но так как договор был заключен Поздноватостый плюс В этом году повышения не будет Зато вот оно в следующем Там 1,5% плюс 2,5% Мария, я понял Ваш вопрос Давайте я вам вначале Извините, перебиваю Я уже, так сказать Чтобы мы не ушли от темы Но я вам хочу сказать Почему поздно? Вот аналитическая записка Которая представлена К данному проекту решений Который будет рассматриваться завтра Со слов администрации Я готов даже процитировать Да Обзац Необходимость оформления Иридических прав На бесхозное имущество Принятое в казну Муниципального образования Город Киров Во втором полугодии 2019 года И последующее их включение В объект Концессионного соглашения По инициативе муниципалитета Привело к смещению Срока в подписании Концессионного соглашения То есть я Вот этим абзацем Хочу отметить Что кто-то проспал Принятие в муниципальную собственность В казну бесхозных сетей Проспал Не сделал В срок необходимых своих Не выполнил свои обязанности Да Из-за этого Отдвинулось Принятие подписания соглашения И повлекло Вот такие действия Однако Ведь каждый договор И бесхозные сети Они Вы что думаете Они там вот Принятием вот этих вот То что здесь перечислено Закончились Нет Я думаю Их еще масса Ведь в договоре должно быть оговорено Что с появлением Они добавляются Кто мешает В договоре оговорить Я думаю Что таких проблем Быть не должно И вот это вот Объяснение Оно абсолютно Мне кажется Еще раз подчеркивает Негативный результат Плохой результат Еще раз повторю Проспали Долго кто-то думал Как это сделать А теперь смотрите Вот по поводу того Что вышло Да в итоге Значит РСЦ говорит Уважаемые депутаты Либо вот вы нам Такой вариант согласуете Либо Мы сейчас прям Вот в ноябре Повысим на полтора процента И вас тогда трогать не будем Вот на этот счет Вы что думаете Или раз кто-то Где-то проспал То вообще ничего Повышать не надо И если не надо Повышать То как этого добиться Вы знаете Вот по поводу РСТ Все-таки я скажу Да У меня уже такое Складывается мнение Что региональная служба По тарифам Это превратилось В какой-то Финансо-экономический департамент Ресурсоснабжающих организаций Вот все те затраты Что выносятся в РСТ Все что мы видим По мусору По теплу По воде Мне кажется Они готовы согласовать все В том числе Вот по тарифам на мусор Вы же знаете Вот эту историю Мы там дальше Наверное с вами коснемся Если успеем Когда Вначале принимаем Потом Антимонопольщики у нас говорят Что здесь лишнее заложено Определенная сумма Давайте-ка их уберем Там уже целая эпопея Суд снова это возвращает И вот эта чехарда Ну вы знаете Это просто уже смешно Не могут сами решить А страдает По поводу Известных Процентов Это могут Так сказать РСТ Принять И без депутатов Городской думы А тут вылилось так Что кто-то проспал Мы сейчас это выносим На городскую думу И хотим еще Вот ваша реакция Она какой будет Что с этим делать Крайне негативной Крайне негативной Еще раз повторю О чем мы с вами говорили Несколько минут назад Пока нет контроля За объемом Выполненных работ За их стоимостью Лично я И вот мои коллеги По фракции Мы не можем Говорить о каком-то Повышении цен То есть вы поддерживать Вот эту вот историю Не будете Правильно я понимаю Но она может быть поддержана Учитывая Ну Какое большинство Да В гордуме Вот Еще у меня вопрос По этому поводу Смотрите РСТ Сейчас там По каким-то Своим причинам Допустим На эти полтора процента Не повышает При этом Просит принять Вот это решение У депутатов Гордумы И я Ну примерно Представляю Какие Вот если это решение Будет приму То принято После заседания Появится в СМИ Реплики Да Гордума Согласовала Повышение Цен на тепло Вот Вообще На имидже Депутатов Это как сказывается Мне конечно Сложно судить За всех Мы знаем Что у нас Определенная Там Фракция Может принимать Сейчас Не знаю Но раньше Принимала Все что угодно В угоду Одному лицу Руководителю Эти мы Факты знаем Сейчас Я думаю Здравый смысл Даже Среди Вот Представителей Этой фракции Существует У многих И я слышу Я вижу В том числе И глава Города Достаточно Жестко Критикует Представителей Руссо-насобожающих Организаций По этим вопросам Абсолютно верно Абсолютно верно Мы не можем Бездумно Принимать Такие решения И Поднятием Своей руки Доставать Из кармана Наших жителей Определенные суммы А РСТ Тогда на что Надеется Когда просит вас Такие вот Непопулярные вещи Обсуждать Какая у них Ответственность Кому они Они что Подотчетны Нашим жителям Нет конечно Я еще раз повторю Что Своё предположение Что Мне кажется Это еще раз Финансово-экономический Департамент Ресурсников А не тот орган Который должен действовать В интересах Наших горожан Жителей Нашего города Нашего региона На том же заседании Сити-менеджер Говорил Что власти Серьезно задумываются Над повышением Цен на проезд Этого не было Уже три года Цены на диз Топлива растут Этим обычно Все объясняется Да Все повышения И вот вы Тогда Как раз Подняли вопрос О том А почему Никто не спрашивает С наших торговцев Топливом Почему Вот Мы поднимаем цены Мы Значит Соглашаемся На повышение Топлива Мы поднимаем цены И все идет Вот так вот По цепочке Вот выход Какой выход В этой ситуации Видите Я насколько Знаю Сейчас Вот там Лукойл Движение Нефтепродукт Пригласят В Думу Да Вот Какие действия Дальнейшие Ну действительно Я был инициатором Включения Этого внепланового вопроса В повестку заседания Думы Потому что С понедельника Вот Прошлой недели Мы увидели Рост Дизельного топлива На наших заправках На 4,5% Мы Это вот только сейчас За последнюю неделю С начала года Если там исходить Из 43 с небольшим 44 рублей Это уже больше 10% Конечно Я попросил И главу города И главу администрации Этот вопрос включить Пригласить Обязательно Антимонопольную службу И представителей Лукойла Объяснить Что за Экономический эксперимент Они проводят Над нашим городом Над нашим регионом Потому что Никакой бюджет Не выдержит Вот таких скачков Правительство Российской Федерации Нам говорит Что мы стремимся К инфляции На уровне 4% А мы Знаем Как Вся экономика Завязана Именно В том числе На На дизельном топливе Мы понимаем Что ездят Не на 92 Не на 95 А больше на 10 топливе Это и Перевозки Общественный транспорт Это там Доставка пищи В детские сады Социально И так далее Ну все на этом Завязано Поэтому Говорить о 10% А больше Повышение Цен Ну для меня Просто это Я не знаю Еще раз я повторю Я думаю Что это какой-то Эксперимент Ставится А вообще Ну на ваш взгляд Вот Заход вот с этой стороны Да И разговор С этими компаниями Это Что-то Действенное Вы знаете Я Думаю Что Вот мы можем Разговаривать Сегодня только С одной компанией Это с Лукойлом Лукойл Это та компания Вертикально Интегрированная Нефиная компания Которая имеет Весь цикл От добычи Производства И продажи Движение К сожалению Сегодня Оно Только заниматься Покупкой У того же Лукойла У Газпромнефти И так далее И продажи На территории региона Поэтому Как таковым Конкурентам В рамках Антимонопольного Закональства Я их рассматривать Вообще не могу Понимаете Почему Да Потому что Они покупают У того же Лукойла Какой же Они конкурент То есть Разговор с Лукойлом Я считаю Что Правительство Региона Должно Обратиться Я не знаю Там Правительство Российской Федерации Этот вопрос Нужно решать Ведь вы помните Когда правительство России принимало Была некая договоренность С нефтяниками Что не повышать Цены на бензин А застопорить На определенном уровне Так вот Что у нас получилось Совсем все наоборот Если мы посчитаем Средние затраты Вот Каждой семьи Или автомобилиста Частник Да Кто тратит Там на заправку На покупку 92-95 бензина Для каких-то Своих личных цель Это примерно От полутора До трех тысяч рублей Средняя такая В месяц Сумма Теперь давайте Переведем рост Солярки На вот эти Вот 10% Которые мы видим Даже больше В этом году И когда мы Переведем на затраты На продукты На все На все На все То По факту Из нашего кармана Достанут гораздо больше Лучше бы уж Повышали на 92-й Но не повышали На Дизель Вообще Ситуация просто Парадоксальна Дизель стал дороже 95-го бензина Я считаю Что в нашем регионе Должен появиться Какой-то реальный Конкурент Лукоилу Там какая-то другая Вертикальная Интегрирование Федеральная компания Как я сказал Потому что Движение На мой взгляд Так сказать Конкурент Достаточно Хотя по всей стране Конечно Цены на бензин Растут Вы знаете Они растут Но я вам хочу сказать Что мне приходится Много ездить В том числе На своем автомобиле Я скажу Что мы В лидерах Вот мы Приближены Я посмотрел онлайн Когда шло у нас заседание Комиссии Я посмотрел онлайн Цены на Безтоплива Мы приближены К Сургуту Вот там 49 рублей 49-50 Давайте сравним Средний уровень зарплат Доходов Населения в том регионе Он существенно выше Чем у нас Существенно У нас сейчас Перерыв на рекламу Через 2 минуты Вернемся в студию Особое мнение На 101FM Да это действительно Программа Особое мнение Высказывает Его сегодня Депутат Гордумы Альберт Бекалюк У микрофона Работает Мария Кожевникова Альберт Александрович Еще один вопрос Который На заседании Гордумы Которое завтра Состоится Будет обсуждаться Речь о повышении Налогов На имущество Физических лиц И насколько я Понимаю Это тоже Вот Из разряда тех вопросов Как и Вопрос о повышении Цен на тепло Который Очень болезнен Вам да Не хотелось бы Принимать Ну Не то что Лично мне Не хотелось бы Принимать Я в первую очередь Думаю здесь В целом О бизнесе Который у нас Идет в глубокий минус И по результатам Вот даже То что нам Финансовый департамент Дал аналитику За 10 месяцев За 9 месяцев Этого года То мы наблюдаем Рост недоимки По НДФЛ На 8,3% По сравнению с 1 января 2019 года По налогу на имущество Организации Практически на 28% Это о чем говорит Что те Структуры бизнеса Кто работает Легально В белую Да Их финансо-экономическая Ситуация Положение Ухудшается Ухудшается И ухудшается Мы их душим Душим И душим Что мы хотим От экономики Нашего региона Если мы пытаемся Задушить налогами Весь бизнес А там прям вот Повышение Которое Которое задушит Вы знаете Вот В частности По Недвижимому имуществу Для физических лиц Я вам готов Процитировать Выступление Максима Орешкина Это министр Экономического развития Который он недавно дал РБК Буквально Вот выходные Да Как раз про инвесторов И что Предполагается Экономической политикой Государства Делаться Для инвесторов Вот Зачитаю В правительстве Подготовлен Специальный законопроект Чтобы изменения Для компаний Происходили Как можно реже И регуляторная среда Была предсказуемой Нужно менять Налоговое обложение Уменьшать его Для тех Кто активно Инвестирует Вот те люди Это вот цитата была Да Вот те люди Кто имеет Какие-то Нежилые помещения Которые используются В бизнес Предпринимательской деятельности Это как раз Те инвесторы Которые вложили В экономику региона Они не увезли Эти деньги Ни в Швейцарию Ни в Америку Никуда 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 Они вложили сюда В наш регион И сейчас Поняв Что у них Что-то есть Давайте будем Увеличивать На них Налоговую нагрузку А вообще Это увеличение С чем связано Почему этот проект Родился Есть Катастрофа стоимость Есть налоговый кодекс Но он не устанавливает Императивной нормы Что нужно поднять До двух процентов Я знаю примеры В других регионах Вот в сегодняшнее время Напротив Власти Депутаты Идут на снижение Налоговой нагрузки На бизнес Дабы Чтобы они жили И могли Даже уже Не речь не о том Чтобы развиваться А могли существовать Не закрывались Вот те цифры Которые Еще раз Вам говорю Вот нам дал Финансовый департамент И налоговые Мы видим Что Количество бизнеса У нас сокращается Поступления От него Уменьшаются И мы сейчас Пытаемся Поднимать и дальше Налоги Чтобы за счет Оставшихся Собрать то Которые уже там умерли Понимаете И тех Которые в тень Ушли И еще дальше Пойдут Переводя Это имущество Бесспорно Ведь Каждый здоровый человек Думает Или ему все отдать Или ему хоть как-то выжить Вот эта вот Борьба Кто кого Обманет Она уже Переходит Все пределы Или Налоговое законодательство Предпринимателей И предпринимателей Налоговое законодательство Вот тут Мне кажется Мы уже перешли Некий Рубикон После которого Надо все-таки Задуматься И взглянуть И помочь бизнесу Ведь я не случайно сказал Что многие наши чиновники Которые Ни дня не работали В предпринимательстве Или в какой-то В коммерческой структуре Наверное Вот Мое взгляд Мое понимание Не знают Откуда берутся деньги Мне кажется Как в стране дураков Посадил пять сольда Да и выросло дерево На следующий день Вот удивляюсь Непониманию Перескочим на другую тему Но она Если говорить Об инвестициях О предпринимательстве Прям очень и очень актуальна Потому что Всегда Когда мы начинаем Говорить об этом Мы Начинаем говорить О развитии транспорта И в том числе Нашего аэропорта И вот Недавно Александр Чурин Председатель правительства Сказал Открытие международного терминала Обсуждается В Кирове Обсуждается На полном серьезе Это его цитата Нужен ли В Кирове Международный терминал Или у нас есть Более важные сферы Куда бюджетные деньги Направлять можно Нынче Аэропорт Тут 90 миллионов Вы знаете Вот Может быть Эта идея И заслуживает Какого-то внимания Проработки И вкладывания В нее бюджетных средств Но Наверное Как любой Разумный человек Я хотел бы Задать вопрос А сколько у нас Участников Внешнеэкономической Деятельности Которые Возят Или вывозят Свои грузы Через Самолетами Готовы вывозить Или привозить Свои грузы Через аэропорт Который у нас Находится в Победилово Нужен ли там Международный терминал Таможня Или там Что еще будет Или это нужно Там для Я не знаю Там для открытия Чартерных рейсов Да Когда там Наши туристы Будут возвращаться Из Турции И искать у них Там Считать Сколько они там Вещей привезли В чемоданах Тюрин как раз Говорит что Нужно понять С какой стороны К этому вопросу Подойти Я думаю что В правительстве Есть все цифры Они понимают Объем Внешнеэкономического Товарооборота И Все те субъекты Внешнеэкономической Деятельности Да Они известны Еще раз тут вопросы Готовы ли эти субъекты Внешнеэкономической Деятельности Именно Авиаперевозками Возить Или вывозить Свою продукцию Ну а если Со стороны Не знаю Простых кировчан Посмотреть Здорово для нас Чтобы у нас был Международный Здесь терминал Сложный вопрос Я не могу сказать Вы знаете Если Обращать внимание На другие проблемы То что у нас Во многих школах Окна В актовых залах И спортзалах Заделаны Поликарбонатом Да То конечно Я бы повременил С этой идеей Я бы повременил Ну вот как раз Депутаты Областные Да Предлагали На одном из заседаний Может быть взять Сколько-нибудь Миллионов У аэропорта И отдать Их Школам А На Гордуме Было предложение Взять несколько миллионов Из тех 25 Которые на оформление Новогоднего города Хотят выделить И Отдать В детсадам Например Вот На ваш взгляд Поддерживаете Эту идею Правда Все что касается Праздника И Нового года Я Хочу сказать Нет Я не поддерживаю Я считаю Что Создать атмосферу Праздника Мы Просто обязаны И так у нас Все вот Плохо Люди уже Нет денег Чтобы куда-то Выехать На новогодние праздники Да хоть здесь Мы им устроим Чтобы они Вот эти 10 дней Новогодних каникул Могли нормально Отдохнуть Со своими детьми Сходить на каток Елку Там Какие-то выступления Тетрализованные Будут проводиться Обязательно Детям это в радость Действительно Сейчас такая Ситуация В карманах Наших жителей Что далеко Не каждый Может себе позволить Даже в Москву Съездить Созить ребенка На Новый год А То что касается Деньги 25 не 25 миллионов Я Говорил Говорю И буду говорить У нас своих Источников Для пополнения В том числе По департаменту Муниципальной собственности Об исполнении Вот мы с вами Вначале говорили Да Их Исполнение Их Бюджетных обязательств У нас этих источников Предостаточно Надеюсь Что новый руководитель Трезво взглянет На эту ситуацию И Его отдача В плане наполнения Бюджета Неналоговыми доходами Будет Существенно выше Чем у предыдущей Вот на этой ноте Мы и заканчиваем Сегодня Особое мнение Спасибо Альберт Александрович Вам Спасибо вам Всего доброго Вам и нашим слушателям Спасибо До свидания Особое мнение На 101FM